Всем привет! Работая над следующей серией по ритуалке, а материалов у нас очень много и в процессе работы информация только прибавляется, мы решили посмотреть, кто же отвечал за ритуалку ранее, так как сами видите, что имеет место явная продажа госземли на кладбищах. Продолжение следует... Вот особо привилегированные имеют захоронение прямо у входа на кладбище и участки явно больше, чем положено по закону. А закон Московской области нам говорит, что имеет право на 2 на 2 метра и точка. Никаких резервоваций подростковых захоронений с 2011 года не может быть. И кто же этот особо одаренный персонаж на госслужбе? Кто так лихо все это контролировал? Хм, неплохо. Так, год рождения 24 февраля 1986 года. Вундеркин, похоже. Почему бы и не взять на должность такого умного молодого человека? Да к тому же сына известного успешного ченоника. Но что это? Знакомьтесь, Шахшаев Руслан Яносович, заместитель главы Раменского района. Кажется, мы его посадили. 4 года назад завороствовал из бюджета в особо крупном размере. Замглавы Раменского района Руслан Шахшаев задержан по подозрению в хищении в особо крупных размерах. В версии следствия они растратили 10 миллионов рублей, выделенных на благоустройство, в то время как все работы были уже выполнены другой организацией. Сучки провели 22 обыска в квартирах и офисах. 30-летний Руслан Шахшаев взят под стражу. И отсидев 11 месяцев во время следствия, Руслан Шахшаев вышел на свободу, получив 3 года условно без штрафа. А после вынесения приговора прокуратура обратилась к сыском о взыскании украденных средств. Правда, в суде удалось выбить не всю сумму, а лишь около 8 миллионов рублей. На Шахшаева Руслана повесили огромный долг. И тут началось. Просто денег нет. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Из недвижимости у Руслана имеется квартира и машинное место в ЖК, в котором жил его бывший начальник, экс-глава Раменского, Кулаков, а ныне арестант в СИЗО по обвинению в убийстве своей любовницы. На торги выставили машинное место за полмиллиона. Но никто его не покупает. Квартиру в 90 метров квадратных стоимостью как раз в районе 8 миллионов. В жилом комплексе Бориса Глебский похоже объединенную из двух. Потому что, согласно планировке, нет там таких больших квартир. Никто не будет продавать с торгов, так как это единственное жилье. Но должны арестовать. Квартиру Руслан приобрел в 2010 году в возрасте 24 года. Всего лишь отработал два года в Раменской администрации. Сразу после института. Что становится понятно из его собственного интервью, размещенного на официальном портале Раменского. Сэкономил, похоже, на обедах. Машинным местом он особо-то и не пользуется. Оставит машину на тротуар возле детской площадки. И по свидетельствам местных жителей, эту машину не эвакуируют, как остальные. Гаючникам, видимо, жалко Руслана. Кстати, как вы боретесь с такими наглецами, пишите в комментариях. Но дорогой машины, цена которой начинается от 3 миллионов рублей, Руслан не лишится. Данное транспортное средство было куплено в 2018 уже после приговора и иска. И оформлено на фирму его кестя. ООО «Автоснап» и уже сейчас имеет 121 неоплаченный штраф на сумму 80 тысяч рублей. Нормальный такой ездюк. Хотя и ранее он ездил на совсем не дешевых машинах. Вот одна из них с его любимыми блатными номерами стоит возле его офиса. Вот она же стоит в закрытом для проезда парке. Руслан также не лишится своего большого поместья с домом на площади больше гектара. Оформлено он на жену Ольгу. Ольга Шахшаева после того, как взяли ее мужа, быстренько переоформила имущество на свою подругу Остапенко Татьяну. Видимо, знает про делишки мужа и понимает, что могут конфисковать. А то, что продажа является фиктивной, говорят ее геотеги в инстаграме и припаркованная машина Руслана. КОНЕЦ Помимо того, что на нем висит исполнительное производство на 8 миллионов рублей, не оплачены штрафы на 80 тысяч рублей, он еще и не платит по счетам за свою огромную квартиру, о чем свидетельствует куча судебных приказов и постановлений. Ну, как бы прижали мы с вами жулика и вора, и теперь он должен выплачивать это все долго и упорно. Сумма-то не маленькая, а на работу уголовников не берут. Пацаны вообще, ребята, класс. Умеете? Могете просто. Ни копейки Руслан Шакшаев не возвращает в бюджет. Проблемы с деньгами, наверное, скажете вы. Ага, скажем мы. Как же? Давайте познакомимся с инстаграмом жены Руслана Ольги Шакшаевой. В своем сторис она рассказывает, как она красиво живет, ни в чем себе не отказывает. Перелетая бизнес-классом с курорта на курорт, отдыхает не где-нибудь, а на Багамах, Сантропе, Куршавель и еще 44 странах, причем часто с тремя детьми и тщательно не упоминает мужа. Ну, мы-то не блондинки из инсты. Мы-то тщательно проверяем увиденное. Нормально, скажите, Дима. Мы поедем, покатаемся. Нормально обстановка, нормально. Расслаб. Газу дай уже. Газуй, газуй, газуй. Приехали на Бимене. Выходим. На берег. Как их забыть? Площадка добродела, это должно быть только местом, где человек размещает свою жалобу, предложение. Иногда, может быть, редко сегодня, благодарность. Но человек должен работать со своим самосознанием, смотреть, какие проблемы возникают. Допустим, у человека проблемы с тем, что у него лампочка не светит, но он в то же самое время, без зазрения совести, он позволяет себе выкинуть пакет с мусором. Ведь кто-то что делает? Нормальная обстановка, нормальная. Расслаб. Без зазрения совести человек, без зазрения совести человек. Знакомьтесь, уголовник, мошенник Руслан Шахшаев отдыхает на Багамах за должностью более 8 миллионов в бюджет, а тебя за 10 тысяч рублей не выпустят за границу. Я уже не говорю про то, что визу с судимостью вообще нереально получить. Сразу уберем у зрителей сомнение, что видео было сделано до приговора. Вот в ее сторис двое уже возрослевших детей. И один маленький малыш появился на свет где-то в начале мая. И вот она уже в сторис показывает этого малыша на Багамах вместе с Русланом. А вот Руслан с коляской везет того самого малыша. То есть это все 2019 год. Уже после того, как было вынесено постановление и не оплачен 8-миллионный долг. Ссылка на инстаграм Ольги в описании. Можете спросить у нее, откуда такие деньги. Отдыхает и летает Ольга постоянно. И по ее собственному признанию она уже посетила больше 49 стран. Тревел. Чувиха. Ты нет. Английский. Дерл. О, ес, ес, дерл. Ольга привыкла жить на широкую ногу. Отели премиум класса, рестораны, перелеты, бизнес классом, прислуга, шампанское по утрам. А вот и наш красивый номер. Наш номер в Мадриде. Отель Хаят. Мы в отеле. У нас Redis and Bloom. Обожаю новые места, всякие новые города, страны. Ну что, кто догадался? Я в Варшаве. В Польше у меня такая комнатка. Наш с тобой праздник, красотка. Хотя с таким мужем и папой у нас каждый день с тобой как праздник. Наш номер. У нас выпуск нет, да? Кто-то, наверное, собирается идти кататься на горке. Дома на пляж. В общем, я зову жена не тех людей, которые могут приехать в отель, у Лу-Лу-Лу-Зиса и посетить в нем неделю. Ну, я в Мадриде. И на кровати. Мы попросим всем уже. Ушим, ну, пустим. Скоро на ужин, а темно все спим. А вот и наш транспорт Такой у нас момент будет Действительно, молочек Идет очень красивый Мы уже в отеле В наш номер Смотрите, какая красота И теперь мы приехали в другой отель Уже в котором будем жить Это Ритс-Каллтон Вот такой у нас номер Смотрите, какой вид В Майами С ветряными дверьницами А все потому, что Арупа принадлежит И сюда нужна шенгенская виза Из-за этого мой муж не смог полететь И я полетела отмечать день рождения с мамой Потому что выяснилось в самый последний момент Что сюда нужна шенгенская виза Мы живем в очень красивом отеле Вот так он выглядит Мои завтраки будут проходить Теперь вот с таким прекрасным видом Эрвин себе тоже ждет покушать У меня сегодня генуа С молоком кешью Фрукты, апельсиновый сок И финиково-ореховый Наконец-то я дожила до ужина Сегодня у меня клешный столб права Прошли в Новиков в Майами И наконец-то я и получила Такая странная Сегодня на улице не очень хорошая погода Поэтому у меня спадень Такая вот здесь комната отдыха Здесь еще есть хамам Сауна, массажи, джакузи А я когда поеду в Египет, блядь, а? Всех своих трех детей она родила в США Чтобы они стали автоматически гражданами США Как она сама пишет Чтобы было будущее у детей Понимает, что в России с такими чиновниками Как и ее муж Будущего у детей нет Ну а нам с вами тут жить Россия уступила даже Монголии Недавно я наткнулась на интересный документ Рейтинг стран мира по уровню жизни населения Нас, самую богатую природными ресурсами страну Самую духовно обогнали даже Беларусь Казахстан, Мексика, Монголия, Польша, Китай Хочу сказать спасибо Компании Майами Мама Афишал За организацию моих родов в Майами Аж три раза С вами всегда комфортно, беззаботно и весело Хоть за четвертым приезжай По нашей информации, они с Русланом Приобрели недвижимость в США Возможно, вот эту самую квартиру В супердорогом доме Показать вам мою квартирку Здесь я буду жить Главная комната Красивый балкон и океан До этой комнаты можно пройти на кухню Здесь такая комната Кухня Все кухня Я уже фруктики купила То стол Тоже видно океан И из главной комнаты Можно попасть в мою спальню В спальню мне тоже видно Океан Балкончик Мой шкафчик Я буду показывать его Моя ванная Вот такая вот у меня большая ванная Раковина Душ С ванной Там туалет Здоровая спальня Мои большие чемоданы Один разобрала, два еще нет И здесь будут жить у меня родители Тоже их комната И еще одна комнатка Здесь будут жить мои детки Когда приедут родители Тоже еще нет Никого нет Я одна Вся квартира в моем распоряжении У них такой красивый балкончик Ну естественно У каждого вид своя ванная есть Творец, душ И наша главная комната Где мы будем все собираться Вот так выглядит автопарк Жителей моего дома К сожалению, мы не знаем номер апартаментов И перерыв вообще всех собственников В этом доме так и не нашли знакомых имен Возможно, оформлены на каких-то знакомых Которых мы не знаем Кстати, если кто-то что-либо знает Напишите, пожалуйста, нам на ящик Но давайте рассмотрим вариант С арендой этой квартиры В аренду в этом доме сдается мало квартир И офигеть, как недешево Аренда начинается от 10 тысяч долларов в месяц Что в пересчете на рубли Больше 700 тысяч рублей в месяц Живет она в Майами на Санса Бич Судя по ее инстаграму, явно не один месяц Живет Ольга и ее муж Прямо как нефтяные шейхи Может быть, у них есть крупная корпорация? К сожалению, арабинская администрация Ни хрена не публикует декларации О доходах своих чиновников Мы бы хоть не тратили кучу времени На проверки и поиски Ну да ладно, от нас не убудет На Руслана оформлена лишь одна контора Которая не приносит прибыли вообще Судя по отчетности за 2018 год Ну и судя по их собственной рекламе Они начали вообще работать только с июня 2019 Так что, скорее всего, там только затраты Опять же, откуда деньги на эту контору? Понимаем, что у отца семейства только долги Давайте посмотрим, может быть, в промежутках Между лежанием на пляже Потреблением дорогих блюд в ресторанах И походов по салонам красоты Ольга умудряется зарабатывать Сотни миллионов долларов или рублей О, доброкроу Прямо как добродева, которым заведовал ее муж До посадки Ноль сотрудников 113 тысяч рублей прибыли И все Что-то скромно очень для такой жизни Больше у Ольги нет доходов И мы видим, что ей особо-то и некогда Чем-либо заниматься Кроме своей внешности и инстаграма Ну тогда, может быть, чей-либо папа раздает деньги Папу Руслана отметаем Он тоже чиновник Всю свою жизнь на зарплате в Раменском Ну раз уж машины Руслана оформлены на отца жены Давайте покопаем В этом направлении Вот дом тести Руслана Контакова Владимира Алексеевича Но явно не скажешь, что дом богатея Кидающегося направо и налево миллионами ООО «Автоснаб» выиграло госконтрактов У Раменского на 27 миллионов рублей Из них прибыли осталось 17 миллионов Но это на конец 2017 года И отчетность на этом закончилась За 2018 и 2019 год ничего нет То есть начались проблемы у конторы после посадки Руслана Шахшаева Особенно это видно по количеству сменившихся директоров И куче судебных дел Да и за офис свой они не могут заплатить Очевидный вывод делаем Что денег тут тоже нет Ну может люди выиграли в лотерею Но скорее всего нет Эпизод, по которому Шахшаев Руслан был судим Не единственный И то, что его не привлекли по остальным делам Возможно объясняет обновление Дорогущего автопарка Опера Следственного комитета Занимавшегося этим делом С 2011 года являюсь сотрудником контрольной счетной палаты С 2012 года, с января, возглавляю контрольный ревизионный отдел За время работы проведено под моим руководством более 30 проверок Подготовлено более 30 актов Более 30 представлений Которые все были все время устранены Теми органами, которые я проверял В принципе за весь период работы Проверял Я работал со всеми муниципальными службами Со всеми предприятиями Которые являются получательными Вот мы вам показали Одного обнаглевшего чиновника Проработавшего всего лишь 8 лет в администрации И только в администрации Которого невероятными усилиями удалось привлечь К ответственности Но он продолжает шикарно жить Словно арабский шейх Давай понять другим жуликам Что вот он успех Чем больше наворовал Тем шикарнее жизнь И никто ничего у тебя уже не отнимет Будучи при должности Руслан распоряжался бюджетными деньгами А бюджет Раменского состоит Исключительно из ваших налогов Мы с вами платим налоги Часть идет в федеральный бюджет Часть оседает в муниципальном И вот такие Русланы Шахшаевы Воруют наши с вами деньги И живут себе припеваючи Пьют шампанское в Куршавель Катаются по курортам И рожают детей в Америке А мы с вами будем продолжать горбатиться На красивую жизнь очередного чиновника Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok